С войны той многоклятой Прошло немало дней Но славный сорок пятый Чем дальше, тем цемней С великой той победой Не обрется ведь И подвиг наших дедов Не переоценить Слово предоставляется Капитану первого ранга Пискайкину Владимиру Владимировичу Добрый вечер Любимые наши севастопольцы Я вот сейчас в зале сидел И подумал о том Что может быть действительно Нужно составлять списки И пропускать в дом офицеров И тогда зал будет полон Потому что сегодня в зале Необычно много народу Которые приходят Посмотреть на то, что мы делаем Конечно, есть события, которые Очень интересные Но на мой взгляд События, которые Случатся и уже начало Происходить сегодня Нельзя переоценить Потому что это событие Для нас, для всех Судьбоносно Мы с вами Разного возраста Люди Я помню Когда я был Маленьким В следующем году Будет 50 лет Как я побывал в Артеке Но Я точно знаю Что тогда нам говорили Ветеран Великой Отечественной войны Мы правда На самом деле Мы их очень любили Уважали Встречались с ними Но Были Рассеяны И невнимательны Мы Не придавали этому Такого Огромного значения Которое на самом деле Эти встречи Имели Сегодняшние наши дети Гораздо ответственнее Гораздо мудрее И гораздо более опытные Чем мы тогда Они живут Во время войны Они Ходят в школу Ставят спектакли Они Взрослеют в это время И имеют В головах своих То понимание жизни Которое им Судьба И время Предоставляют И вне зависимости От того Как мы будем С ними дальше Разговаривать Они этот опыт Будут продолжать Черпать И они Будут Они очень Наблюдательные Дети Очень Наблюдательные Они видят То Чего Что взрослые Очень часто Пропускают Мимо ушей И мимо глаз И они Они же не просто Они еще и делают Выводы Потому что Они Наши дети Они Наши Умные дети Которые Растут Во время проведения Специальной Военной Операции И которые Растут Во время Того Когда Новый Фашизм Новый Старый Фашизм Американский Английский И другой Опять Попер На нашу Землю Они Потом Расскажут Лет Через 50 Или 70 Как это Было Другим Поколениям Потому что Они Наши Дети Они За Родину Они За Отечество Они За каждого Из нас Они За маму С папой И за Теркина Потому что Теркин Наш герой Потому что Мы По другому Не можем Потому что У нас За плечами Наши предки И их подвиги И это Очень важно Настолько важно Насколько мы себе Даже может быть И не представляем Я точно знаю Что пройдет Совсем немного Времени Победа наша Случится Она будет Как всегда Большая И трудная Мы Дальше Будем Думать А как же Дальше Строить Этот мир И как Всегда Оттуда Из-за океана Начнут Лаять Подначивать И идти Новым походом Я желаю Нашим детям Чтобы У них Было Меньше Войны И больше Мира Как это было У нас Большую часть Жизни Своей Я прожил В мире В стабильном Хорошем мире В своей Родине Без войны Казалось бы Были конфликты Всякие Разные Но Детство Которое было У меня Оно было Самое Прекрасное Желаю Нашим Детям Чтобы У их Детей Было Детство Самое Настоящее Заправдочное Хочу Сегодня Поблагодарить Руководителей Студии Школы Сценическое Искусство Грация Благодарю Их И Мы Дальше Еще Подготовимся Для того Чтобы Их Наградить А сегодня Наградим Тех Кто Присутствует В спектакле И в этом Зале Я прошу Выйти на сцену Галину Полнузонову Станислава Сергеевича Слюсарь Ирину Николаевну Шахарян Ну и Наталья Александровна Мельхеда Уже Здесь Да Дом Офицеров Черноморского Флота И командование Черноморским Флотом Благодарит И Вручает Им Грамоты Вот такого Содержания Награждается Актер Музыкально-драматического Театра Дома Офицеров Черноморского Флота За активное Участие И большой Личный Вклад В проведение Культурно-патриотических И образовательных Мероприятий В Доме Офицеров По духовно-нравственному Воспитанию Военнослужащих Черноморского Флота Поддержки Моряков Черноморцев Членов Их Семей Жителей Города-героя Севастополя Входят В специальные Военные Операции По Демилитаризации И Демилитаризации Украины Шакарян Ирина Николаевна Благодарю вас Станислав Сергеевич Слюсарь Галина Павла Зунова АПЛОДИСМЕНТЫ Нафия Натар Александровна Мерихеда Ей Как Вы Большой Красивый Раунд Благодарю вас А сейчас Давайте Посмотрим Спектакль Который Вместе соорудили музыкально-драматический театр дома офицеров черноморского флота и школа сценического искусства грация спасибо что пришли будем смотреть 22 июня 1941 года началась великая отечественная война кажется так далеко и так близко далеко потому что нас разделяет время 83 года от начала той страшной войны 79 лет от великой победы над фашистской германией и 80 лет от освобождения севастополя и близко потому что уже гремят орудийные залпы свистят пули противник заходит на нашу территорию и обстреливает и разрушает наши города поселки и убивает наших людей 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция по освобождению народов новороссии наши мужчины воины снова оделись броню стали в строй юноши мужья братья и отцы наши защищают мир от страшных проказов нацизма что объединяет эти две даты эти две разные эпохи это подвиг солдата подвиг героя великой отечественной войны простого русского солдата русского народа который воспевали поэты константин симонов семён гудзенко александр твардовский и другие поэты тяжек тяжек и страшен этот подвиг всего советского народа вынесшего на своих плечах все тяготы войны вот и в наши дни мы прилипаем к экранам телевизоров слушаем сводки с передовой переживаем за своих сыновей мужей и братьев настало время когда современные прозаики и поэты пишут о новых героях воинах и прославляют их подвиги и сегодня мы отдаем долг этим ребятам и воспеваем тех кто стоит на защите рубежей нашей родины нас с вами городок городок коленциальный летние жара хрусток Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Простые ребята, где каждый герой Берут автомат и становятся в трех Никто, кроме русских, не может посметь Сквозь зубы плевать на летящую смерть За други, бросаясь в плавающий ад Да кто их поймет, этих русских солдат? И в потертой гимнастерке он одет бронежилет Только в том, что это терки, никаких сомнений нет Бородился с того света И взял смерть его родной Только в том, что теркин это Говорили позаду Хоть его поэт Вардовский В райских кущах поселил Вася теркин Нитаковский от призыва Не косил Как услышал, что в отчизне Нужен опыт боевой Взяв огул уральской жизни И с небес помчался в бою Но не мог спокойно Вася оставаться в стороне Плачут дети на Донбассе Слышен плачки в пышене Что за того, что заслужил? Славы, почести, покой Что свое уже отжил? Что немножко не живой? Жил, знаем его Бог Все, кто был, отушил ее Расстрады нужна подмога Ты с работы рад и много Бог, доверчив Богу Воскресит и подойдет Полк, дивизия, бригада Десантируют с небес Если будет очень надо А ведь было очень надо Чтобы черный наш воскрес На войне были походы В летний зной и в холода Тут же нет простой природы Из колодца, из труда Из трубы водопроводной Из реки, какой угодно Из ручья, из вода льда Лучше нет воды холодной Лишь вода в воду вода На войне в быту суровую В трудной жители боевой Лучше нет простой, здоровой Доброй пищи фронтовой Чтоб идти в любую драму Силу чувствуя в плечах Бодрость чувствуя Однако, дело тут не только в щах Потому иного пуще Не прожить наверняка Без чего? Без правды сущей Как бы ни было горяк Не прожить как без макорки От бомбежки до другой Без тебя Василий Теркин Василий Теркин Мой герой Что? Мой герой Что вы против арабели? Теркин, лично я и есть В самом деле В самом деле Стойте, братцы Теркин здесь Не люблю людей красивых Но обиду не знаю Я с обрывом не вернусь Братцы Теркин это я Ты, Теркин Вот так Будь влащу И как веселый Парень Нынешнего дня Но услышать Прежний галок Эй, это кто там про меня? Про тебя Без закоморки Про меня, само собой Как же? Так Так я же, Теркин Стойте, братцы Теркин мой Но Теркин Ну и велика Не поймешь Не разбери-ка Где-то у нас Где-то Теркин 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 Тишина Стойся Равняйсь Смирно Носки поправить Ремни подтянуть И водки поправить Что вы тут не разберете Не поймете Без собой По усталу Каждой роте Будет придан Теркин свой От Ивана До помы Мертвые Живые Все мы вместе Это мы Кто Кто Россия И поскольку Это мы То скажу вам Братцы Нам из этой В тюрьмы Некуда податься Тут не скажешь Я Ни я Ничего не знаю Не докажешь Что твоя Нынче хата Справит Тут не то что На кулак Погляди Чидюшек Я б сказал бы Даже так Тут гораздо лучше Грябл Бог Пришел Черед Значит Мы В ответе За Россию За народ И за все Воспетре Аплодисменты Аплодисменты Побывал В боях Солдат Видел Много Разного Никогда Врагом Солдат Пяток Не Показывал Разные Дела За Россию Столна Руки Целы Ноги Целы Голова Цела Для солдата Ничего Нету невозможного Делать Делать Все Из Ничего Пришел А Кем Может Да Делать Только Была Голова Цела Были В руки Были В ноги Возле Все Дела Делать Только Была Голова Цела Были В руки Были В ноги Возле Все Дела Делать Солдата Очень Делать Вечка Скоро Гречнева Свет Голины За Кном Сверхозно Кречкою Разные Дела За Россию Солдат Ждут Солдат Доми Очень Верные Дела Простые Дела Завершу Полна Ждут Солдат Доми Очень Верные Дела Антон Филимонов Старший Лейтенант Позывной Рокот 810-я Отдельная Гвардейская Бригада Морской Пехоты Имени Кутузова В ходе Проведения Специальной Военной Операции Проявил Личный Героизм В боях Под Мариуполем Наступая На главном Направлении В районе Расположения Нацполка Азова Рокот Со своим Подразделением Встретил Превосходящие Силы Противника Занимающие Хорошо Оборудованный Опорный Пункт С подготовленной Системой Огня Спасая Своего Друга Командира Штурмовой Группы Более Известного Всем Как Струна Учился В Рязанском Десантном Военно-воздушном Училище Участвовал В боях За освобождение Мариуполя И Азовстали Из воспоминаний Военного Корреспондента Александра Коца Струна Буквально На днях Брал штурм В гостиницу Прорвался Броском На второй этаж На третьем И четвертом Оказалось Крупное Скопление Нацистов Из подвала Тоже Вышли Нацисты И заняли Первый этаж Струна И его бойцы Сутки Бились С боевиками Азова Экипаж БТР Противника Ювелир Набил По первому Третьему И четвертому Этажам И пацаны Отбились Выкарабкались Из рук Костлявой Старухи 21 октября 22 года Указом Президента Российской Федерации За мужество И героизм Проявлены При исполнении Воинского Долга Гвардией Старшему Лейтенанту Головину Владиславу Позывной Струна Присвоено Звание Героя России С вручением Знака Особого Отличия Медали Золотая Звезда Пройдя Реабилитацию Струна Вернулся На службу И с 2023 года Преподает На кафедре Военно-политическая Работа В войсках С силов В РВВ ДКУ Два друга Два бойца Оба мужественно Сражались Оба выполнили Свой долг Были ранены Но выстояли И вместе С корреспондентом Филатовым Создали фильм Сильные духом О реабилитации После тяжелых ранений С ампутацией Конечности Ребята Своим примером Помогают Раненым бойцам Не падать духом Думая Об этих двух бойцах Друзья Владиславе Головинек И неунывающем Друге Антоне Филимонове Мы вспоминаем Героя Рассказов Двардовского Василия Теркина Который оказался На поверку Очень современным Нет, ребята Я Негорный Не загадывая в даре Так скажу Зачем мне он Я согласен На медаль На медаль Мне ее тогда Подай Обеспечь, раз я достоин И понять мы все должны Дело Самое простое Человек Пришел С войны Вот пришел я С полустанка С вооруженных Сельсовет Я пришел А тут гулянка Нет гулянки Ладно, нет Я в другой колхоз И в третий Вся круга Я веду Где-нибудь Я здесь За этих На гулянку Попаду Вся круга Им Ну Не У Мой ребенок на боеве управляет танком, Но я тут приеху самым солиданкой. Веревшись на вечерку, хоть не гордый человек, Я б не стал курить махорку, а достал бы я. Когда взбег? На взбег! И дымил бы папиросы, угощал бы всех вокруг, И на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. На прошло? Бывало всяко. На все же? Как когда? Волгого раз влетел в водах. Да, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли всех ребят, Только слушали в девчонки, как ревни на мне скрипят. Чтил бы я со всеми, и была одна из них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Тетя, девчонка, хоть не мучай слова взглядывает. Но, позволь, на этот случай орден тоже вечерк. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка, самый цвет. Нет. Сказал Василий Тюркин, и вздохнул, и снова. Нет. Нет, ребята, что там орден? Не загадывая вдаль, я же сказал, что я не гордый. Я согласен, на медаль. Тюркин, тюркин, добрый малый, что тут смех, а что печаль? Загадал ты, брат, немало, загадал далеко в даль. Берись, стали почки, почки стали вновь листрой. Но не пишет писем почта, край родной смоленский твой. Где девчонки? Где девчонки? Где знакомый сельсовет? Знаешь, сам Василий Тюркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой, как кровавый. Смертный бой, не дает славы. Родичь и жизнь и земля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Их повесил в флаке новой, Дет-солдат, давным-давно На стене простой, с основной, Как и светит его, пятно. А смотрел часы детально, Все ж часы, а не вела, Мастер тихо и печально посвистел. Плохие дела, но куда-то, Шильцем сунул, Что-то высмотрел в пылик, Внутой куда-то дунул, плюнул, Что ты думаешь? Пошли, пошли, пошли! Битoughing Не танцуй, Битarnya Бит conservation Верните стрелку ставят пятый час, с другой вперёд, назад! Вот что значит, вы, солдаты! Прослезился дед-солдат, дед раскован, А старуха, слоник в ладони, ухо с печки слушает. Видел? Ну, парень, ну и шутка, и потеряется. А парень услужит ещё не прочее. Может, сало надо жарить, так опять смогу помочь. Тут старуха застанала. Сало, сало! Где там сало, Таркет? Бабка, сало, здесь. Не был немец, значит, есть. И давая, выжиная, глядя под ноги сидеть. Хочешь, бабка, угадай, где изживет оно в избе. Бабка, ох, ну тревожно, завозилась на мечей. Бог с тобой! Прослезинально! Ну, молчи, русская молчи! А хозяин, пунктоваток, гостя поплакать тяжком. Вот что значат мы, солдаты, а ведь сало под замком. Ключ старуха долго шарит. Лезет в меч, сало в жар. И, страдая до конца, Разбивай два яйца. Эх, книжница, закуски нет, полезнее прочнее. Полагается, по-русски, выпить чат. Ну, хозяин, понемножку, по одной, как на войне. Этот доктор на дорожку для здоровья выдал мне. Открутил у фляги крышку. Пей, отец, не будет лишку. Поперхнулся, дед солдат. Потянулся. Крошку хлебушка понюхал. Пожевал и сразу сыт. А боец, тряхнув над гухом вною флябой, Говорил. Рассуждая, так ли, сяк ли, все равно. Такою каплей не согреть бойца в бою. Будьте живы, пей. Пью. И сидят они по-братски, За столом, крючок в крючок. На забор ведут солдат и дружно спорят. Крючок, дедки, пей. Позволь, товарищ. Что ж ты, валенка, не хвалишь? Разреши-ка доложи. Прожи. А где суши? Не просушишь им земля? Нет. Ты дай-ка мне сапог. Да, суконный партиарту дай-ка мне. Да дай-ка. Вот. Снова где-то на заборках, Мертвый шаг. Позволь, снаряд. Как ни в чем, Василь и тетя. Как ни в чем, старик солдат. Эти штуки в жизни нашей... Дед расхвастался. Спустя. Нам, осколки, даже наши, точно так попадет. А в тебя так много тряса. Ну, не знали мы бомбежки. Я скажу тебе, отец. Это верно. Тут наука. Тут напротив не попрешь. А скажи, какая штука есть у вас? Какая? Борщ. И Макая встала торпить. Продолжая ровно есть, Улыбнулся вроде теркин и сказал. Частично есть. Значит, есть. Тогда ты ворю. Рассуждать со мной. Достоин. Ты солдат. Хотя и вор. А солдат солдату. Мы рады. Да. Вот скажи мне откровенно. Да не шутком. А всерьез. Вот с точки зрения военной, отвечай на мой вопрос. Отвечай. Побьем мы немца. Или, может, не побьем. Погоди, отец. Наемся, закушу, скажу потом. Ел он долго, но не жалко. Отдавал закуски честь. Так-то ладно. Так-то складно. Поглядишь, захочешь есть. Всю зачистил сковородку. Стал, как будто вдруг подрос. И платочек под воротку, ровно сложенный, поднес. Отряхнул обряд на руки. И, как ловится в дому, поглонился он, старухи. И, как ловится в дому, и солдат. И, как ловится в дому, молча в путь запоясался, Огляделся, все ли тут, честь по чести распрощался, На часы взглянул. Иду. Все поправил. Все проверил, подтянул. И, как ловится, он вздохнул в самой двери и сказал. Подъем, отец. Подъем, молодец. Ольга, в юг, в юг, в юг, в юг, в юг, в юг, в юг. В трех-встах, кримит война. На печи в избе, в старух, одет, в хозяину огна. У меня, родной России, против ветра груз, вперед по снегам. Идет Василий и Терки. Ленцами! Идём! Постой, замок! Постой, локи! Ты не старый! Ты не старый! Ты от твоей волосы! Походь! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я на свете недавно живу Ни что листаю по книжкам Но зато про большую войну Я живые рассказы слышу Есть на свете один человек Он всегда говорит неправду И в душе остаётся след Остаётся со мной мой прадед Прадедушка, прадедушка Всю прошёл войну От полки до самого Верлина Прадедушка, прадедушка Зажал сыну Зажал сыну свою и сына Прадедушка, прадедушка Жить резко волк Чтоб опять запели в небе птицы Стало небо голубым И свет не упасало Чтоб мне на белый свет родиться И чтоб мне на белый свет родиться Он так рано ушёл на войну Он так рано ушёл на войну Ох как я он военные годы Побывать довелось им в плену И пройтись сквозь огонь и воду Он защитником родины стал Хоть совсем ещё был Мальчишкой И победу завоевал И с победой в дом Вышел Прадедушка, прадедушка Всю прошёл войну От полки до самого Верлина Прадедушка, прадедушка Он старший Он старший Он старший И сына Прадедушка, прадедушка Чить резко волк И снова запели в небе птицы Стало небо голубым И снег не указал Чтобы во мне На белый свет родиться И чтоб мне на белый свет родиться Я прадедушка Очень горжусь Мне пример его В жизни подмога Но от сердца Не выкинуй Грусть Тут настала Его дорога У меня всё ещё Впереди И свой путь Выбирать Мне надо Но хочу Я его пройти Как по жизни Прошёл Мой прадед Прадедушка, прадедушка Всю прошёл В войну От полки до самого Верлина Прадедушка, прадедушка Он зашёл Он зашёл Жену свою И сына Прадедушка 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 Он зашёл Жене И сковал Чтобы Опять На белый Птицы Стало небо голубым И снег не указал Чтобы во мне На белый свет родиться Чтобы во мне На белый свет родиться Прадедушка 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 Он зашёл И сковал Чтобы На белый свет И сын Стало небо голубым И снег не указал Чтобы во мне На белый свет родиться Чтобы мне На белый свет родиться Чтобы мне На белый свет родиться Али-мянь Два, раз, шагом, марш, влево, влево, влево. Понятие военкор появилось относительно недавно, но профессия военный журналист знакома нам всем еще со времен Второй мировой войны. Военным журналистом был и Твардовский. Новости с фронта, письма солдат под пулями доставлялись военными корреспондентами с поля боя. Военный журналист всегда ходит по краю лезвия. Основная задача донести людям последние новости с фронта. Неважно, кто ты, газетчик или корреспондент, фотограф или оператор. Главное, освещать военные события, несмотря ни на какие трудности. Макс Владимирович Альперт, один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии. Во время Великой Отечественной войны, будучи корреспондентом фотохроники ТАСС и СОМ, информбюро Альперт работал как в тылу, так и на фронте, в боевой обстановке. Автор работы – комбан, ставший одним из символов той войны. В конце войны он побывал в Праге и Берлине. Снимал парад победы 24 июня 1945 года в Москве. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, двумя Орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Красной Звезды. Да, профессия военкоров-журналистов связана с каждодневным риском. Одним из таких военкоров, наших современников, является Андрей Владимирович Филатов. Специальный военный корреспондент РТ, автор репортажей для телеграм-каналов «Военная хроника». Окончил он Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения по специальности режиссура телевещания. С началом специальной военной операции России на Украине купил в кредит съемочную технику и на подержанном автомобиле поехал на фронт, заявив, что будет в Мариуполе, работать в Мариуполе, пока город не будет взят. Был участником боев за Азов-Сталь. С 11 марта освещал события и работу 810-й бригады морской пехоты в Мариуполе. Один из первых стал использовать коптеры не только в своей работе оператора, но и для того, чтобы помогать военным определять координаты и месторасположение противника. С 2023 года освещает работу 114-го отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса в Авдеевке и на Терриконах. Помимо основной работы, организовал работу и фронтовой гараж. Потому что если ты не выполнишь поставленную задачу, провалится войсковая операция. Провалится войсковая операция, укропы продвинутся ближе сюда. Продвинулись ближе к врагу сюда, продвинулись ближе к нашим семьям. Поэтому обмазать. Встань 200-300, но задачу не было. О, пролет! Вядом с ним. Белый, видел, как они присели? За беру. Ха-ха! Закрытых позиций! Да, да. Помимо основной работы, организовал работу прифронтовой гараж, который изготавливает электробайки, электрические тележки для вывоза раненых и занимается сборами на коптеры и другую военную технику. За время спецоперации был четырежды ранен и каждый раз возвращался на фронт освещать события с передовой. В 2024-м снова ранен под Авдеевкой и опять вернулся на фронт воевать. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне землянки вермой про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали пусты, без нежных полян колосков. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, Между нами снега и снега. До тебя мне дойти легко, А до смерти четыре шага. В поле гармонии ко вьюге назло, Закрутавшие счастья зови, Дни в холодной землянке текло. От твоей негасимой любви. В не холодной землянке текло, От твоей негасимой любви. Аплодисменты текло, От твоей негасимой любви. Аплодисменты текло, Аплодисменты текло, От твоей негасимой любви. Аплодисменты текло, Аплодисменты текло, Но разговор сегодня не оттуда, полсотни севастопольских морпел. Четыре дня в нем бились на ураг, в упор стреляли танки на потех. И этажей осталось полтора, и сумму ствол в проемах на разбитых. Удар и танки, чтоб дело завершить, но длился бой, перерастая в битву. И продолжали, и хотелся жить, и уж когда, и стали патроны, и оставался рукопашный бой. Пришла подмога по своим заборам, и заслонила смертникам собой. И вынесли трехсот, и двухсот, и город, как планируется в черный дым, Селился морю по Севастополу, и морю по Севастополу не победил. Единственное, белый свет, и морю по Севастополу, и взболелась я. Возвратись, моя надежда! Зернышко моя, Зорюшко моя, Зорюшко моя, где же ты? Не могу найти дороги, как запасы, на мою зону. Не хочу я ничегошеньки, только сын, и люди. Зависали мои ласты, за горами, за громадами. Зорюшко моя, Зорюшко моя, Зорюшко моя. Где же ты? За далекие прикорки уходил сражение жар. На снегу Василий Теркин неподобранный лежал. Снег под ним, набрягший кровью, взялся грудой ледяной. Смерть склонилась к изголовьям. Ну, солдат, пойдем со мной. Я теперь твоя подруга недалеко провожу. Белой вьюгой, белой вьюгой, вьюгой скреться прошу. Дрогнул Теркин, замерзая на постели снеговой. Я не звал тебя, косая, я солдат еще живой. Смерть, смеясь нагнулась ниже. Полный, полный, молодец. Я да знаю, я да вижу. Ты живой, да не жилец. Смерть, мимоходом тенью смертной, я твоих косну ощек. Тебе и незаметно, что на них сухой снежок. Моего не бойся, враг. Ночь, поверь, не хуже дня. Отчего тебе, однако, нужна лично от меня? Смерть, как будто бы замялась, отклонилась от него. Нужно мне такую малость. Ну, почти что ничего. Нужен знак один. Согласие, что устал беречь ты жизнь. Что о смертном молишь часть. Сам выходит, подпишись. Смерть подумал. Ну что же, подпишись на покой. Нету, воля, себе дороже. Не торгуйся, дорогой. Все равно идешь наук. Смерть подвинулась к плечу. Все равно стынулись губы. Стынут зубы. Не хочу. Посмотри-ка, дело в ночи. На мороз горит заря. Я к тому, что ты не отрочешь. И тебе не нужно зря. Протерплю. Ну что ты, глупый. Ведь я жиж, всего свело. Я к тебе тут часто глупал. Чтоб уже доверить его. Вижу, веришь. Вот и слезы. Вот уж я тебе милей. Верешь. Я плачу от мороза. Не от жалости твоей. Что от счастья, что от боли все равно. О, Люд. Завелась поземка в поле. Нет, тебя уж не найдут. И зачем тебе подумают, если кто-то подберет. Пожалеешь, что не умер здесь, на месте, без хлопот. Шутишь смерть. Ну-ка, сладкое дружище. Посуди-ка, простой суд. Что судить? С войны не взыщешь. Ни в каком уже суде. От доска, солдат, в придачу. Как там дома? Что с семьей? Вот уж выполню задачу. Кончу немца и домой. Так. Запустим. А тебе-то и домой к чему принеси. Пойдем. Дрогола земля раздета. И разграблю. Пойдем. Учти. Все в забросе. Я работник. Я бы дома в делу пить. Дом разрушил. Я и плотник. Печки ел. Я и печник. И от скуки на все руки. Буду жив. Мое со мной. Дай еще рассказать старухе. А вдруг придешь с одной рукой. И еще каким калекой. Сам себе и дом остыл. Со смертью человеку Спорить стало свыше сил. Встекал уже он кровью. Коченел. Спускалась ночь. При одном моем условии. Смерть. Послушай. Я не прочь. И томим тоской жестокой. Одинок. И слаб. И мал. Он с мольбой. Не то с упреком. Уговаривать застал. Я не худший и не лучший. Что погибну на войне. Но в конце ее послушай. Дашь ты на один отпуск мне. Дашь ты мне в тот день последний. В праздник славы мировой. Услыхать салют победный. Что раздастся над Москвой. Дашь ты мне в тот день немножко. Погулять среди живых. Дашь ты мне в одно окошко заглянуть. В края крадных. И как выйдут на крылечко. Смерть. А смерть. Пойдем. Еще мне дам. Дашь сказать одно словечко. Полусловечко. Нет. Не дам. Рогнул теркин. Замерзая. На постели снеговой. Так пошла ты прочь, Касая. Я солдат еще живой. Буду плакать. Выйть от боли. Гибнуть в боли без следа. Но тебе по доброй воле я не сдамся никогда. Погоди. Резон почище. Я найду в подошлый знак. Стой. Идут за мною. И ищут. Из санбата. Где чудо? Вон. По стежке занесем. Слепко хочет твоей срод. Из команды. Похоронной. Все равно живой народ. Снова русичем в огненном круге. Ощущающим души огне. Святы те, кто погибли за други. Отражая атаки извне. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Донбасс Мы просим вас, люди, мы кричим через грохот орудий Спасите вы нас, защитите от вас Мы просим вас, люди, мы кричим через грохот орудий Спасите вы нас, защитите от вас Победы сейчас происходят и далеко от линии фронта. Ежедневно военным медикам удается спасти десятки жизней. Пока вокруг взрываются снаряды и гудят сирены, они за операционными столами сражаются со смертью. Их оружие скальпели, бинты и руки, в которых жизнь человека. Ежедневно на передовой специальной военной операции бригады фронтовых медиков идут на подвиги, возвращая к жизни бойцов, у которых, казалось бы, нет шансов. Крупнейший в стране и самый большой в Крыму Севастопольский военно-морской госпиталь имени Пирогова с начала СВО работает в боевом режиме. Раненых привозят прямо с передовой. В госпитале есть специальная почта, не частная корреспонденция, которая идет раненым бойцам от родственников и друзей, а письма от детей со всей страны. На этих страницах ребята пишут пожелания и благодарности раненым. Самая лучшая награда — это жизнь твоих товарищей, когда все остаются живы. Мне вчера приснилось, что в палате с полночи до самого утра, стоя на полеях у кровати, о вольце молилась в лице. О чужом молилась, как о братья, как о сыне, мужа и от сынах. Женщина молилась о солдате, как врачи шептали ниженцы. Том, кто до последнего сражался, прикрывая свой отряд огнем. Том, кто на позиции держался, но упал от взрыва, линча днем. И не сразу вытащить сумели, крови потерял сполна солдат. Пять часов врачи над ним карпели. Пять часов врачи шептали. Пять часов врачи шептали. Пять часов врачи шептали. врачи шептали. И вот, первая ночь, она молила небеса, и побери, опыта следует прямо ночью. Он открыл глаза. Велый после яда операций он дышал. Хотя не знал того, что вчера из всех реанимаций Бог угрел, как раз таки его, просмотрел, не только к шелку битвы, но и отбился до конца. Бог услышал женскую ману, за сердцем чужого ей биться. Есть у слов простых большая сила, даже против выстрела рукой. Боже, сохрани, спаси, манилы, воины, врачи, медсестры, Господи, не дай ему согниться, многое поставлено на конкурс. Нема, отче наш, летит с виницей и сияет свечи. Настя, Настя, тебе письмо. Дай, дай письмо. Читай скорее. Читай, читай. Дочь, я далеко, на работе. Мы защищаем, сегодня дам пальцы. Папа боюет с крылатой пекочкой. Выше, лишь на мелочи, никто в номинации. Настя, Настя, тебе еще одно письмо. Читай скорее, читай. Папа, ваш отец пал смертью храбрых. Пал смертью храбрых? Нет, я не верю. Папа жит. Вот настоящее письмо. Господи, в наши дни, дорогие бойцы, перед нами выступает детская концертная бригада «Огонек». Солдатка, дай попить. Солдатка, как тебя зовут? Настя, меня Милана, а меня Аня. Настя, споете мне? Спою. Синеглазая девчонка, девяти неполных лет. Пьет же песня нежно, звонко, на больничный белый свет. И под звуком переливы, чьи-то братья и отцы вспоминают дом счастливый. Просят спеть еще бойцы. Я спою. В ответ девчонка, низко голову склонюсь. Вот, пришла она, покороль. Но я верю, папа жив. Может, кто из вас случайно? Папа, где-нибудь встреча? Где-то там. В сторонке дали. Как будто виноваты в том, что живы до сих пор. Вдруг отводят все солдаты, а к девчонке малый взор. Проглоти, слезу украду, вновь поет и пепоцы. По взрослому солдаткой кличут девочку бойцы. Бесконечная петь готова. Песни, граненый монах. Внутри это строй за тропом. А в ответ тишина. И однажды, как награда. Весь изранен, но живой. Папа, милый, коза, рядом. 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 ПЕСНЯ Расцветали яблони и груз, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высотний берег на грузной. Выходила на берег Катюша, На высотний берег на грузной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПУСТИТЕСЬ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Никита Максименко По окончании школы Поступил в юридический институт Севастопольского государственного университета. Он собирался стать юристом. В специальной военной операции Никита Максименко участвовал с первого дня. Морские пехотинцы в боевых операциях Всегда выполняют самые сложные задачи. Никита с товарищами оказались В самом эпицентре масштабных боев На острове Змеиный. Задача морской пехоти поставлена. Ее надо выполнять. Во время боя Один из офицеров был ранен. Он упал за борт катера, Подбитого турецким беспилотником. Никита спас этого офицера. Вытащил его из воды. 7 мая Матрос Максименко После ракетно-бомбового удара неприятеля Вынес с поля боя Пятерых раненых сослуживцев. Никита был убит Следующим ударом вражеской ракеты, Вытаскивая очередного раненого бойца С поля боя. Никита Максименко Был награжден орденом мужества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как завещание святое На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Запомним братство в рантовое Как завещание святое На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь В окна Крымская бьется весна Я лежу в госпитальной палате Рядом мудрые три пацана Что зовут меня попросту? Батей Они точно мудрее меня Передок круче всяких доцентов Жизнь в тылу это просто возня Среди мелочных трендов и брендов Я давно уж свое отслужил И, увы, протабанил державу И для них я чудной сторожил Тот, кто лечится с ними по праву Только все-таки совестно мне То, что мною здесь занята койка Средь геройских трехсотых парней Больно свою побеждающих стойко Никаких нет серьезных причин Говорить молодежь измельчала Слава Богу Достойных мужчин на российских Просторах немало Я узнал еще много О чем не расскажут Ни фильмы, ни книжки На душе стало так горячо Я сказал им Спасибо, братишки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КАРТИТЛИМ ХАКУ АПЛОДИСМЕНТЫ КАРТИТЛИМ ТОСТНИ САВКОЛИССЯ НЕ ВПУСТАНСКИ СТОТ АПЛОДИСМЕНТЫ Не вузбат На улицу смех Собретение ночной в лесу, Стравы домой выжимают дела, И этот господин в лесу, Воспалка получает саму лаву. Смертный шаг, Отсадку права, Имена, 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 Умляется под балаклам, Поставщик убиенцев, Война, собирают налоги, На душу, И железда рук, И детей, Под сбывание сирены воздушной, Под горячих осколков метель. Снова русичек, в огне ангрубе, Высчащих души огнем, Святы те, кто погибнет за другим, Отражая атаки изгнение. И раз! И раз! И раз! И раз! Перед правой, перед правой, Перед левой, перед правой, Снег шут шагов громко льда, Кому память, кому слава, Кому темная вода, Ни примет, ни следа. Ночью, первым из колонды, Обломав у края лёг, Погрузился первый в свод. Погрузился, оттолкнулся, не пошёл, Второй за ним, Прикотовался, пригнулся, Треть и следом за вторым. Как плоды пошли пандоды, Громокнул один, другой, Басовым, жилетным плодом, Словно крыша под ногой. Не плывут бойцы куда-то, Придай их штыки в тени, И совсем свои ребята, Сразу будто не они. Сразу будто не похожи, На своих, на тех ребят, Как-то всё дружней и строже, Как-то всё тебе дороже, И ранее, чем час назад. Поглядеть их прям, ребята, Как поправу желтороза. А лас-то-ли он, женатый, Эх, стриженный народ. И-и-и-и расс! И-и-и расс! И-и-и расс! Перег права, берег права, Берег правы как стена! Этой ночи с лепой траволкой Могли вынесла волна. Было так, и с ним не только, в полдене святое дно, Путь просветка к протоку пересек наискосок, И столбом поставил ход в труп снаряд, Пантонный прядь, и пусто было там наружу, Наши, стрижных ребят, и увидела впервые, Не забудет заново, люди теплые, живые, Шли на дно, на дно, на дно, Под огнем не разберись, а где свои? Где кто? Где я? Где мои? Где кто? Где герой? Только вскоре стало тихо, переправа снарбалась, И пока раз неизвестно, кто там волки, кто герой, Кто-то парил из чудесных, а, наверное, был такой, Может, да, а может, чудо, хоть бы знал, какой оттуда, Веда на полбеды, в долгие ночи, в жесткие зори, В ноябре, в зиме седу, два бойца сидят на зоре, Над холодной водой, то ли снится, то ли умится, Показалось, что есть, то ли пение на реснице, То ли правда что-то есть. Видит? Маленькая точка показалась вдалеке, То ли чурка, то ли бочка проплывает вдалеке. Да нет, ни чурка и ни бочка, Просто глаза маята. Поверьте, одиночка. Шуток, брат, вода не так. Да, вода, по мысли страшно, Даже рыбам холодна. А не из наших, вчерашних, Поднялся какой со дна. Оба раза присмирели, Сказал один боец. Да нет, он выпал в шинель, С полной выплатой, мертвец. Оба здорово продрогли, Как бы ни было впервой. Подошел сержант с биноклем. Нет, живой. Нет, живой, без гимнастерки. А не приз, не к нам, не в тыл. Нет, а может, это тетя. Кто народ по вашу пил? Все, 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 все. Не сдаваться, толку не спускать под ногу. Разрешите, брат, 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 брат. Сзади, как ледяной автомат, Он, как он, Василий Терпин. Там, живой, добрался, пришла. Ладно, голый, как избавиться, Садаясь тяжело. Не зубами, не губами, не работай. Все, подхватили. Отвязали. Стали вареной с ноги, приказили. Приказали. Можешь, нервы, обеди. Давай, любви, госты. Давай, любви, госты. Как король, в штабной пушке, Парня точат на кровать. Положили для красушки, Стали свиртом растирать. Растирали, растирали. Друга могут, как во сне. Доктор, доктор, они взяли изнутри согреться мне, Чтоб не все на кожу тратить. Стали в стопку, начал жить. Прибонялся на кровати. Равняйся. Сми, на. Вольно. Терпин, ко мне. Разрешите доложить? Взвод на правом берегу, Жиздорог на зло врагу. Лейтенант всего лишь просит Огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем, Стали, ноги разомнем, Все, что есть, перекалечим, Переправо обеспечим. Доложил попозный, Словно тот час, Поехал ему назад. Молодец. Сказал полков. Молодец. Спасибо, брат. И с улыбкой неровкой Говорит тогда боец. А еще нельзя на стопку, Потому как молодец. Посмотрел полковник строго, Пока селся на бойца. Молодец. А будет много, Сразу две. Это ваш конца. Переправо, смей право, Пушки бьют в громечной мгле, Бой идет в святой право. Всех любой, Бега и слава, Ради жизни, На земле. Право, мяч, Смирно, Шагом, Налево, Шагом, Марш. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Здесь льтицы не боют, деревья не растут, И только мы плечо-плечо растаем в землю тут. Горит и кружится монета над нашей Родиною дым, А значит, нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж без зеленок, Сомнения прочь уходят в ночь поддельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон. И только какой угас, Звучит другой приказ, И почтальон сойдет с ума, Рассыщивая нас. Слезает красная ракета, Бьет пулемет неутомим, А значит, нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Мы за ценой не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим. И все ж без зеленок, Сомнения прочь уходят в ночь поддельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, От Курской орла война нас довела До самых вражеских ворот, такие, брат, дела Когда-нибудь мы вспомним это И не повериться самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все ж бессилен он Сомнения прочь уходят в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Старший лейтенант Веселков Владислав Владимирович Русскаводил разведывательным взводом 810-й отдельной гвардейской бригады Морской пехоты Черноморского флота Позывной Веселый Родился герой в Амурске Хабаровского края С отличием окончил военное училище Веселый, производное от фамилии И под стать его характеру Лихо воевал, подбадривал бойцов Справлялся с любыми задачами Личный состав называл командира Настоящим отцом Его группа выявляла огневые точки противника Давала корректировки нашей артиллерии Прорывала оборонительные позиции врага Оказывала помощь мирному населению Под плотным обстрелом удалось вывести Более двух тысяч женщин, стариков, детей Там, в Мариуполе, осталась надпись На стене городской больницы Вы можете нас убить, но не сломить Мирных спасаем, нацистов убиваем Веселый В момент гибели Владислав действовал, как всегда Вопреки всем страхам и обстоятельствам Удар ракеты в БТР и его прожгло насквозь Старшего лейтенанта наградили орденом мужества посмертно Сослуживцы написали ходатайство На представление Владислава Веселкова К золотой звезде героя В марте 2023 года у минной стенки в Севастополе Открыли памятную доску морякам бригады десантных кораблей Погибших в ходе СВО 13 апреля 2024 года на территории 30-й дивизии надводных кораблей В Севастополе открыли мемориал, посвященный морякам соединения Погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО На памятнике увековечили память десятков военморов, в том числе экипажа крейсера «Москва» Создание мемориала русским морякам анонсировали в июне 2023 года Рядом с ним планируется также воздвигнуть храм Я внук того солдата Я внук того солдата Прошающего в Перлине далеко в 45-х Ребята из штрафбата На здании Рейхстара писать не простим Мы не простим сожженных советских деревеев Детей, отцов лишенных, погибших матерей В расстрелянных закатах, рассветах среди ми Я внук того солдата Прошающего в Перлине Я сын того солдата Прошающего в Перлине В Кабуле под Гирято С единственной гранатой Он прикрывал ребятам отходы на Соланске В Кундуске разбит батом Погибшим в Гулан Я сын того солдата Прошающего в Афган Я брат того солдата Прошающего в Кавказ С Химбали отстоявшего В Альмиру и Донбасс За Гиви и Арсена За Ромку и Санька Девчонок медсобак Чей подвиг навекает Скажу в Орелю без мата Что вороньем будет жить Я внук того солдата Я сын того солдата Я брат того солдата Что Родину хранит Пусть вальпникам зовут И оккупантам Но память наша премчат Чем хранит И под Олегом Или под Славянском Солдат, погибший, Родину хранит Солдат России И нас с тобой хранит Вспомните Через века Через года Помните А тех, кто уже не придет Никогда Помните Не плачьте В горе сдержите стоны Горькие стоны Памяти павших Будьте достойны Вечно достойны Хлебом и песней Мечтой и стихами Жизнь просторной Каждой секунды В каждом дыхании Будьте достойны Вечно достойны Люди Пока сердца стучатся Помните Какую ценой Завоевано счастье Пожалуйста Помните Песню свое Отправляя в полет Помните А тех, кто уже никогда не боев Помните Детям своим расскажите о них Что вы помнили Детям детей расскажите о них Что вы тоже запомнили Во все времена Бессмертной земли Помните К мерцающим звездам Ведя корабли О погибших Помните Встречайте трепетную весну Люди земли Убейте войну Прокляните войну Люди земли Мечту пронесите через года И жизнь ее наполните Ну а тех, кто уже не придет никогда Заклинаем Помните 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 Заклинаю Помните ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не забывайте, люди, о войне. Не оставайтесь, люди, в стране. Не забывайте в тишине квартир, какой ценой был завоеван мир. Не предывайте память тех времен, героев, не оставивших имен. Всех впавших, ночей, всех впавших, сыновей во имя жизни, во имя жизни, во имя родины. Сыновей во имя жизни, во имя жизни, во имя родины, сыновей. Поля в сражении, поросли в траву, хранит земля водой плитой. Курлычут журавли, дождь, слезы век, а те, кто не вернется, не придет. Не забывайте, о войне тех времен, героев, не оставивших имен. Всех впавших, ночей, всех впавших, сыновей во имя жизни, во имя жизни, во имя родины. Своей, твоей жизни, твоей родины. За всем на мужах, деда и отца, за всем, кто шел к победе до конца, мы будем жить и сознавать поздно, и к подвигам отчизна, спаденам. И давайте помыть тех времен, героев, не оставивших имен. Всех впавших, ночей, всех впавших, сыновей во имя жизни, во имя жизни, во имя родины. Своей. Во имя жизни, во имя жизни, во имя родины. Своей. Во имя родины. Во имя Благодарю. Во время специальной военной операции я вновь стал сплочённый, дружный строй защитников нашей Родины. И вдруг оказалось, что моя детская мечта никуда не делась. Она следовала за мной по пятам всё это время и неожиданно догнала меня в окопах под пятихатками. Догнала словами деда, пройдёте по Красной площади в строю участников ПСО. Мурашки по телу и невероятный восторг в душе. Комбат, заметив мою счастливую улыбку, решил прояснить некоторые детали. Это не увеселительная прогулка. Вам предстоят многочисленные проверки по линии безопасности и строевая подготовка с раннего утра до вечера. Старики Ан-12. Над садом гудят двигатели, под нами облака. И Россия. Огромная, великая страна. Там внизу раскилывались поля. Вспомнились слова комбата, сказанные нам на путьстве. Пройдите по Красной площади так, как будто все бойцы, погибшие на полях СВО, идут с вами в одном ряду. Чётче шаг. Подбородки выше. За них. За пацанов. Чётче шаг. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok В 1945 году наши прадеды бросали стяги нацистов под ножи Кремля. Мы ждем наших воинов и верим, победа будет за нами. В спектакле принимали участие школа сценического искусства «Крация». Руководители Елены Давыкина, хореограф и помощник режиссера Агреба Ольга. Музыкально-драматический театр Дома офицеров «Плота». Молодежная студия «Странники», руководитель Наталья Мелихеда. Студия эстрадного вокала «Фантазия», руководитель Светлана Алыпова. Руководитель литературного объединения имени Озерова, Георгий Цатрянь. Наши операторы Владимир Канзюк, Андрей Шабаршов, Георгий Цатрянь, Юрий Запорожец. Мы благодарим наших неизменных помощников и наставников. Начальника Дома офицеров «Флота» капитана первого рака Владимира Владимировича Пискакина. Методиста Дома офицеров «Флота» Комарова Людмилова Семенова. Руководителя и директора «Анородный край» Говорова Оксана Ивановна, заведующая учебной частью ШКС «Редновую» Юрию Петровну. Мы ждем наших ребят с победой! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты от имени Севастопольского городского литературного объединения имени Озерова я хочу вручить вот это благодарственное письмо руководителям Школы сценического искусства «Грация» Надыкина Елене и Оглеба Ольге. Выражаем вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество, активную жизненную позицию и творческие успехи в работе с детьми и молодежью. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ